Не знаю, вы заметили или нет, заметило население или нет, но я точно знаю, точно уверен, что жизнь у нас меняется. Нравится это нам, не нравится это нам, хотим мы это или не хотим, но ситуация меняется. Как она меняется в лучшую сторону, в худшую сторону, либо там в нейтральную сторону, ну судить точно не мне, я могу судить только по косвенным признакам. Но считаю нужным и правильным все-таки через полгода, как проработал губернатором, посидеть с вами поговорить, выслушать ваши вопросы, предложения. Потому что для меня это действительно является важным. Я не буду скрывать, я и инстаграм свой стараюсь вести полностью сам. Но то, что я читаю его весь, это точно. Не всегда я могу успеть напечатать, но если и печатать, то только с моих слов, то, что говорю я. Я и читаю вас всех, я и просматриваю телеграм-каналы, и газеты, и журналы. То есть, такой, ну не секрет, мне ежедневно, по всем направлениям, не важно какие это критические, там, грязные, там, лживые, не лживые, любые. Я всё читаю и очень внимательно всему смотрю, и хочу сказать вам перед конференцией спасибо за то, что вы, ну, как бы, небезразличны. Это меня радует. Не буду вас вообще грузить своими разговорами и предложениями. Жду вопросов от вас, отвечу честно. Здравствуйте, Сергей Иванович. Ну, происходит сейчас некие события в Хабаровском крае, в частности, в этом здании тоже вообще, как оно, всё, что происходит сейчас, отражается конкретно на вас, и отражается на ситуации политической, управленческой. Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Хороший вопрос, это действительно вопрос хороший. Что я хочу сказать? Может быть, вы меня поймёте, если не поймёте, поправьте, направьте. В сентябре 2018 года люди пришли на избирательные участки и проголосовали за что? За изменения. То есть, в принципе, основная масса населения понимала, что та система, которая сформирована, и та система, которая существует в Хабаровском крае, она себя изжила, и по этой системе, или в координатах этой системы развиваться невозможно. Эта система, ну, это моё глубокое убеждение, начала нас тянуть назад, в прошлое, и ни к чему хорошему бы не привела. Поэтому, на самом деле, это было не протестное голосование, это было голосование за изменения, если кто-то не понял. Люди захотели изменений. Соответственно, ну, жизнь так уж получилась, что вынесла на этот гребень меня. Соответственно, изменения начались. Что самое главное на сегодняшний день, что происходит в Хабаровском крае? Полностью меняется система. Понимаете? Система меняется. И это уже начинает зависеть не только от губернатора, правительства, но это уже начинает, как бы, попадать в зависимость самой жизнью. Раз меняется система, то, естественно, старая отходит, а новая нарождается. Новая, когда она рождается, это всегда, ну, больно. Это всегда страшно. И всегда необычно. Старая, конечно же, уходить не хочет. Потому что старая система, она создала себе зону великолепного комфорта. Было все ясно и понятно. Все знали, кто где питается, кто на чем живет. И кто, извините за выражение, где ворует и пилит. И когда пришел новый губернатор, первое, что он сказал, так больше не будет, ребят. Все. Теперь будем жить по-новому. Схемы убираем, с коррупцией боремся. Необходимо создать условия для развития Хабаровского края таким образом, чтобы максимальное количество людей могли воспользоваться данным, ну, данным им правом. Это первое. Второе. Воровать больше нельзя. Все. То есть, бесплатная кормушка закончилась. Ну и, соответственно, ведь любые слова, они же должны быть, собрегаться с делом. Я это начал делать. Многие этого не видят или недопонимают. Но те, кто реально стоял и стоит у кормушки, они это почувствовали. Поэтому поднялся вселенский визг. Крик, визг, проклятие. Потому что их реально стали убирать от кормушки. Когда происходит изменение системы, всегда происходит очищение. Нравится нам это или не нравится. Хотим мы это или не хотим. Но в любом случае мы должны очиститься от старого. Но это не значит, что нужно все, что было до тебя, полностью уничтожить. Этого делать нельзя. Это называется уже революцией. Это называется уже хаосом. Поэтому ничего не вижу в этом страшного, ничего не вижу в этом такого сверхъестественного. Для меня это является позитивным привнаком и позитивным сигналом. Если поднимается такой вой, если поднимается такой визг, если поднимаются такие проклятия, если на это дело начинает тратиться огромное количество материальных ресурсов, если начинают к этому делу привлекать московские средства массовой информации и все остальное, если начинается просто вот такая вот наезд, значит, наверное, я делаю что-то правильно. Нет святых, нет абсолютно умных, и у любого есть ошибки. У любого. И у меня есть и недоработки, и ошибки. Одно дело, значит, это умение разглядеть и признать ошибки, и исправить их. И другое дело, их не признавать и начинать доказывать, что ты все равно прав. Я все-таки стараюсь видеть свои ошибки, недоработки, признавать их, исправлять. Поэтому все нормально. Процесс идет. И вот я чувствую и вижу по внутренним показателям, по другим, только одному мне известным направлениям, что Хабаровский край потихонечку начинает выздоравливать и потихонечку начинает выходить на траекторию роста. Как только мы добьемся того, что выйдем на рост, этот процесс уже нельзя будет остановить. Но здесь очень важно и нужно для этого доверие людей. И если население, средства массовой информации, бизнес не будут доверять, не будут верить, ничего не получится. И вот сегодня мы решаем несколько задач. Задачу изменения системы управления, задачу очищения, задачу убрать от кормушки, и, по-простому говоря, я думаю, вы потом перефразируете меня как-то там, убрать сегодня тех людей и те структуры, которые не дают нам жить и развиваться. И четвертое, конечно же, нужно заработать доверие людей. Если люди поверят и увидят, что мы действительно хотим и делаем целенаправленно, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия, линию, которая ведет к улучшению и к развитию, все получится. И если люди не поверят и люди это не примут, тогда беда. Она была до сентября 2018 года. Люди не верили этой власти и не верили этим управленцам, кто управлял. Поэтому даже хорошее действие и хорошее слово их, они все равно вызывали негатив. Поэтому все нормально, так и должно быть. Но, наверное, было бы смешно говорить, что все прямо в правительстве белые и пушистые. Если бы были все белые и пушистые, то и не было бы выборов 28 сентября. Выборы прошли бы по другому сценарию. И губернатор, он же тоже не обладает социальным рентгеном. Вот он смотрит на человека и говорит, что этот человек абсолютно кристальный и абсолютно правильный. Вообще не бывает абсолютно ничего. Задача губернатора настроить коллектив так, чтобы они выполняли поставленные перед ними задачи. Функционал. Многие обвиняют, почему не заменили всех. Многие обвиняют, почему заменили многих. Многие обвиняют, почему берете приезжих. Многие обвиняют, почему не берете приезжих. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Но, еще раз повторюсь, губернатор обязан делать так, как считает нужным. Иначе это не губернатор, иначе это не руководитель. Есть. Стратегия развития Хабаровского края есть. Тактика, она всегда вырабатывается в процессе. Любой руководитель может менять тактические шаги в зависимости от изменения ситуации. Это все есть. Есть. Полное понимание процессов есть. Финансовый ресурс есть. Население понимает, что мы хотим делать, с чем мы идем. Поэтому сегодня могу сказать, нет ни одной причины и даже ни одного грамма сомнения в том, что у нас все получится. Хабаровский край богатый. Хабаровский край очень развитый. И он займет свое полагающее ему место. Хабаровскому краю, как центру интеллектуального, экономического, социального развития быть, он обречен на это. Поэтому вот как-то так.